МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гробно Плюс в студии Вероника Бибикова. Коротко о главном к этому часу. Не меньше 30 мешков сухой растительности собрали за пару часов. Гробинская молодежь приводит в порядок места воинских захоронений. 35 человек обратились в медучреждения города с укусами клещей за первый квартал 2024 года. Самое время обрабатывать территории. Охрана здоровья, поддержка тех, кто еще помнит Великую Отечественную войну и развитие волонтерского движения. Какие еще пункты включили в новое соглашение о сотрудничестве между областными организациями ВРСМ и Красный Крест? Мотосезон не за горами. Инспекторы дорожной службы региона провели рейд по мототранспорту. Наша гордость. 42 учащихся грудинских школ стали победителями заключительного этапа Республиканской Олимпиады. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Начать рабочую неделю с доброго дела решили волонтеры Белорусского республиканского союза молодежи. Они вышли на уборку, чтобы привести в порядок места воинских захоронений в Гродно. Первое из них – самое старое кладбище по улице Антонова. Именно здесь, вдоль центральной аллеи, покоятся красноармейцы, которые ценой своей жизни завоевали мир. Вооружившись инвентарем, наследники победы приступили к делу. К процессу подключились около 25 человек. Мы убираем после зимы мусор, мы убираем сухоцветы, мы убираем могилы. Это очень важно в преддверии такой юбилейной даты, 80-летия освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Мы считаем, что людей, которые подарили нам 80 мирных, счастливых, светлых лет, их нельзя забывать. Всего собрали не меньше 30 мешков сухой растительности. Привести в порядок активисты намерены все места воинских захоронений в городе. Следующая точка – кладбище на Белуша. В инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминают об ответственности за сбор первоцветов и краснокнижных растений. Подснежник, пролеска, ландыш и многие другие первоцветы уже начали появляться в лесу. Обычно эти растения начинают ублагоухать уже в апреле. Этот период длится до середины мая. Многие не могут удержаться и приносят домой букеты из лесных цветов. Поэтому вокруг городов этих растений становится с каждым годом все меньше. Тревогу забили инспекторы природоохраны. Ведь по закону Республики Беларусь о растительном мире самовольное изъятие и пересадка дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, из среды их произрастания, а также их незаконный оборот, запрещаются. Массовый сбор первоцветов может стать причиной их исчезновения. Если во время сбора краснокнижного вида за руку поймают нарушителя, то штраф будет серьезный. Плюс ущерб, нанесенный окружающей среде. За нарушение требований Закона Республики Беларусь о растительном мире предусмотрена административная ответственность, и штраф может составлять от 20 до 30 базовых величин. Плюс придется оплатить вред, причиненный окружающей среде, который составляет от 5 базовых величин за одно взятое растение, либо за 1 кг. Среди исчезающих редких первоцветов все виды подснежников, прострел луговой или сон трава, печеночница благородная, черемша и другие. Но помимо краснокнижных видов, среди первоцветов есть некоторые экземпляры из списка растений и грибов, которые нуждаются в профилактической охране. К ним относят тюльпан лесной, первоцвет весенний, перелеску благородную и хохлатку полую. Инспекторы дорожной службы региона провели рейд по мототранспорту. Ставку делали на профилактику аварийных ситуаций на дороге. Сейчас самое время напомнить о безопасности. С приходом теплой погоды мотоциклистов на дорогах становится все больше, а правил дорожного движения придерживаются далеко не все. Если в дело вступает еще и самоуверенность, шансы на аварию возрастают вдвое. От этого и предостерегают дорожные службы. В ход идет так называемый гласный, негласный и смешанный контроль. На этот раз рейд провел мотопатруль в составе двух сотрудников ДПС. В 2023 году на территории Гройнской области с участием мототранспорта произошло 43 дорожно-транспортных происшествия, в которых 5 человек погибли и 42 получили ранее различной степени тяжести. Самыми распространенными нарушениями среди данной категории участников оказалось отсутствие допуска к участию дорожного движения, нарушение правил маневрирования, превышение скорости движения, а также некоторые мотоциклисты забывают о том, что обязаны двигаться с ближним светом фар в любое время суток. Порой, казалось бы, незначительное нарушение может стоить здоровья или жизни. Поэтому сотрудники госавтоинспекции проводят рейды, профилактические беседы, как индивидуальные, так и групповые, для того, чтобы в очередной раз напомнить о правилах безопасного движения. 35 человек обратились в медучреждения областного центра и Гродненского района с укусами клещей с начала этого года, что на 8 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году опасный период стартовал еще в феврале. Причина тому – хорошая погода. Сейчас в апреле температурный режим идеален не только для активности клещей, но и для обработки придомовых территорий, лужаек и парков. Речь идет о привычном покосе травы. Также необходима корицидная обработка, то есть специальными препаратами. Нужно это для того, чтобы обезопасить себя и своих близких от серьезных заболеваний, ведь клещи являются переносчиками возбудителей клещевых инфекций. Прогуливаясь в лесопарках, выполняя какие-то работы дома, в лесу, необходимо, чтобы одежда была соответствующая и способствовала минимизации заползания клещей на кожу. Желательно, чтобы она была светлых оттенков, просто на ней и лучше видны кровососущие членистоноги. Необходимо также применять инсекто-корицидные средства, которые есть круглый год в продаже. Сейчас пошел сезон уже строчков, сморчков, то есть грибникам тоже надо быть аккуратным, но и также нашим рыбакам, которые любят ходить по берегам рек. Обратить внимание стоит на любые дары природы. Нежелательные гости в дом могут попасть в полевых букетах, лукошках с ягодами или грибами и даже в шерсти любимых питомцев. Любимые места обитания клещей – лесные массивы, обочины дорог, овраги и заросшие травой территории вдоль лесных опушек. Однако все чаще такие случаи происходят и в городской среде. Если встреча с клещом все же произошла, нужно обратиться в ближайшую поликлинику, чтобы медики помогли избавиться от паразита. Даже если паразита удалось снять самостоятельно, в течение 72 часов необходимо обратиться к врачу. Пациенту предстоит пройти профилактическое лечение. В скором времени в Гродной районе начнется обработка территории в зонах отдыха и лесопарках. Точный график будет известен позже. Объединиться и вместе помогать. Новое соглашение о сотрудничестве и план его реализации подписали Белорусский Республиканский союз молодежи и Красный Крест. Гродненские областные организации продолжают работу и уже готовят очередные совместные проекты. В документе партнеры обозначили главные пункты общей миссии на 2024 год. Акценты поставят на проведение мероприятий по охране здоровья. Обе стороны собираются уделять внимание уязвимым категориям населения, всячески поддерживать и развивать волонтерское движение. Очень много есть моментов, где можем обвиняться опытом, скоординировать наши действия. Также мы придумали интересные новые проекты. Конечно, стоит отметить и многолетнее старующество в рамках обучения наших молодежных отрядов охраны правопорядка, в первую очередь это оказание первой медицинской помощи. В Гродненской области насчитывается более двух тысяч волонтеров Красного Креста, не меньше в регионе и активистов молодежного движения. За последние несколько лет стороны реализовали много совместных проектов, к примеру, в период пандемии коронавируса. Тогда волонтеры одни из первых включились в работу и пришли на помощь тем, кто в ней нуждался. Заданного курса будут придерживаться и далее. В этом году мы нацелены, конечно же, на оказание помощи людям, которые еще помнят Великую Отечественную войну, поскольку год такой знаковый, 80 лет освобождения Беларуси. Из знаковых можно обозначить такое яркое мероприятие Борсен, на мой взгляд, как властелин села и наши волонтеры. Вот тут как раз будет взаимодействие, когда волонтеры Белорусского Красного Креста будут осуществлять свое дежурство на массовом мероприятии с целью оказания первой помощи, психологической помощи тем людям, которые достаточно длительное время будут находиться вместе. Наша гордость! 74 учащихся Гродненской области отличились на заключительном этапе Республиканской Олимпиады по школьным предметам. Дети продемонстрировали самый высокий уровень знаний и мотивированности. Они получили дипломы первой, второй и третьей степени. Более половины победителей – 42 человека. Это учащиеся школ Гродно. Больше всего наград привезли в свои учреждения образования школьники первой и городской гимназии – 37-й и 38-й школ. Самыми одаренными об олимпиадных заданиях, секретах успеха и планах на будущее пообщалась и наша съемочная группа. А кто может стать делегатами всего общественного собрания? Делегатами может стать президент Республики Беларусь, президент, прекративший свои полномочия, представители законодательной и исполнительной судебной власти, представители местных советов, депутатов, общей численности 350 человек и представители гражданского общества. Десятиклассница Мария Гуринович вместе с учителем-тренером Мариной Полищук готовится к республиканской интернет-олимпиаде по вопросам избирательного права. Она пройдет в середине апреля-начале мая. Для гимназистки это будет второе такое серьезное испытание. Первый раз был успешен. Недавно она вернулась с бронзой с заключительного этапа Республиканской олимпиады по обществоведению. Специфика заключалась в том, что по выборам избирательного права давали задания, по ходу избирательного процесса, кто обладает избирательной инициативой, а также в заданиях были представлены партии, соотнести их к программе. Я все сделала, но данная олимпиада выдалась достаточно легкой и практически все участники ее выполнили. Поэтому была конкуренция где-то по баллу, по два балла. Я планирую заниматься олимпиадой по обществоведению, так как хочу какие-то бонусы получить при поступлении на юрфак Дугову. Бонусами от второго места на заключительном этапе Республиканской олимпиады по химии планируют воспользоваться и другой учащийся Гродненской городской гимназии – 11-классник Кирилл Батурин. У него за плечами длинный олимпиадный путь. Ежегодно, начиная с 8-го класса, парень – участник интеллектуальных состязаний разного уровня – от районных до международных. Результаты одаренного юного химика, безусловно, заметили летом без вступительных испытаний. Он будет зачислен в столичный ВОЗ. Сейчас планирую поступать на химический факультет Белорусского государственного университета. С этим выбором помогли мне мои друзья, которых я обрел в проведении олимпиады. На самом деле, олимпиадная дружба – это одна из моих любимых дружб, потому что там все объединены одним делом. Много единомышленников. Причем у нас на базе Гродненской городской гимназии есть уже своя собственная команда. Собственную команду химиков сформировал на базе гимназии учитель Виталий Статина. Педагог четко понимает, что детей нужно не просто увлечь и научить, но им надо создать дружескую атмосферу и преемственность. И судя по результатам, с которыми химики городской гимназии возвращаются с олимпиад, это работает. Вот в этом году на областной этап команда была представлена 12 учащимися нашей гимназии. 10 из них завоевали дипломы 1, 2, 3 степени. И 8 человек представляли нашу гимназию. И Гродненскую область на заключительном этапе Республиканской олимпиады по химии. Три диплома мы завоевали. Диплом у нас есть 1 степени в 9 классе, абсолютный победитель у нас есть. Ну вот, как я говорил, Кирилл второй диплом. Ну и также у нас еще в 9 классе есть диплом второй степени. На заключительном этапе Республиканской олимпиады победителей от Гродненского региона – 74. 42 из них – это больше половины дети гродненских школ. Эта тенденция из года в год сохраняется. Более того, результат улучшается. Наши школьники демонстрируют высокий уровень знаний и свою мотивированность. Вероника Цыганок, Андрей Шаповалов, Новости Гродно+. В городе начинается отключение отопления в жилом фонде. В квартирах с автоматическим регулированием отопления с приходом оптимальной температуры начали отключать батареи еще на прошлой неделе. Тепло, как летом. Синоптики рассказали о погоде на неделю. Во вторник, 9 апреля, в Гродно столбике термометра в днем покажет плюс 27 градусов. Ночью они опустятся до 14 градусов. В среду, 10 апреля преимущественно без осадков. Днем порывы ветра могут достигнуть 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 14, днем плюс 20, плюс 25. Средняя температура по стороне на 3-5 градусов теплее климатической нормы. Предварительно в начале второй половины недели немного похолодает. 11 апреля ночью ожидают плюс 4, плюс 9, днем плюс 12, плюс 17, сообщает Гродно облгидромет. Цирк иллюзий «Величайший волшебник» показывают в Гродно. Это авторский проект Ильи Кахновича. Фокусник или волшебник? На этот вопрос никак не могут найти ответ уже много лет все зрители представлений талантливых артистов. Цирк, где нет диких животных и все пронизано магией. На премьере побывала наша съемочная группа. Подробности в коммерческом материале. Волшебство с голубями было когда-то любимейшим номером зрителей цирка «Сириус». И всегда казалось, что фокусов мало. Хочется еще. Их услышали. Теперь это целая двухчасовая программа. Илья Кахнович вместе с командой готовили ее два года. Гродно – первый город, который может увидеть шоу «Иллюзий». Мы взрослые со временем просто забываем о том, что мы все-таки дети. Мы все дети просто во взрослом теле. И это очень важно помнить. И так будет жить проще. Потому что у нас в мире очень много разных проблем. Моя задача – людей просто на два часа отвлечь от всего этого, чтобы они вот пришли, увидели, вот вдохновились и пошли дальше хорошо жить. Номер, который всегда вызывает разные эмоции. От переживаний до очарования. Завораживает и то, как гимнастка без страховки поднимается под купол и в невесомости делает акробатические упражнения. Выступление, от которого зритель любого возраста растекается в улыбке и желает потрогать эти воздушные шарики. Побелительница светящихся мыльных пузырей творит разноцветную магию. Настоящие трюки, где исчезают люди, на сцене появляются габаритные предметы, только усиливают интерес к фокусам. Как это возможно, знают только артисты. Каждый номер – это опыт, это мастерство, это часы тренировок, часы репетиций, потому что все подготавливается от самого маленького до самого большого, начиная с костюмов, заканчивая трюками. Фокусы, иллюзии – это такой жанр, когда действительно может это пойти не так, но мы в этой сфере очень давно, скажем так, мы профессионалы этого дела, и мы всегда сможем найти выход из любой сложившейся ситуации. «Величайший волшебник» – это более двух часов восторга и восхищения, замирания сердца и удивления. И самое главное – желание узнать секрет каждого номера или оставить все как есть и разрешить магии быть хотя бы в этом зале. Я люблю циклы, потому что все интересно. Мой любимый фокус – на мальчике так делали. Вообще интересно. Обычно что, что там гимн-зверушек, там котиков, собачек, а тут прям иллюзии всякие интересные. Лазерное шоу тоже прикольно, в темноте это особенно. Мне нравится больше всего гол. Фокусы с голубями, которые некоторые разноцветные. Была ли это иллюзия или реальность? Здесь каждый сам себе ответит, но убедиться в том, что магия есть, и она совсем рядом, можно до 28 апреля. Удивительный мир фокусов расположился у торгового центра «Олд-Сити». Яна Мельниченко, Василий Мальцев, новости Гродно+. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте www.grodnoplus.tv.by А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова